Ну что ж, новиночка из последнего обновления Ennis 300r перед вами на экране и в изначально белом стоковом состоянии единственное что я добавил утиный хвостик спойлер сзади чтоб можно было на машине покататься она полностью форсирована уже была но внешне я ее нисколько не менял вместе с вами хочу посмотреть что изменится но это будет немножко дальше машинка стоит 2 миллиона 75 тысяч долларов gta без всяких оптов цен без всего его что мы получаем за эти деньги обратите внимание передок очень похож на датсун как это правильно звучит 400 z старенькую довольно машинку сейчас налетят критики скажут это что это какой там очередной nissan ребят я к сожалению в ниссанах не разбираюсь то есть пускай это будет nissan какой-то мега легендарная к сожалению об этом не знаю вы об этом знаете молодцы плюс 50 вам карме я не знаю мне нравится просто внешняя тачка вот такие у нее диски стоят обратите внимание тоже стоковые машину 2 миллиона диски не карбон диски не хром а просто покрашенный в цвет сплав ну что сказать очень нас ценит rockstar так что еще могу сказать мне в принципе нравится оформление задней светооптики единственное мне не нравится как она выглядит ночью вот сейчас вверху видите маленькую такую картинку как выглядят они ночью то есть у меня нет никаких претензий к задним фонарям которые задний ход обозначает сама подсветка довольно таки красивая у машины светодиодной кайта полосочками ну вот когда там вы же мы нажимаете на тормоз совершенно не видно что машина тормозит если бы на реальная жизнь вам кто-нибудь взапа с удовольствием бы въехал у rockstar ну как так можно было симпатичная машина что не говорить люка в крыше нет в голову ничего прилетает не будет но тут есть свои тонкости мы коснемся когда будем рассматривать тюнинг ну что ж мы посмотрели внешне видит все красивенько давайте посмотрим сама то вам пожалуйста да у нас есть руль на котором таки есть логотип за 2 миллиона нам прикрутили много тип енис на руль спасибо очень приятно вот почему приборы закрыты рулем вот это у меня очень большой вопрос можно было полирули сделать побольше или прибор опустить пониже потому что не спидометр не тахометра не видно спасибо rockstar машина 2 миллиона стоит так что у нас тут есть еще спортивная сиденье со строчкой посмотрим будет ли она как-то перекрашиваться но машина двухместная заднего диванчика не предусмотрено аля какой-то багажник и и непонятная совершенно распорочка тут есть это что касается внешнего вида машины ну а теперь предлагаю посмотреть что она может из себя представлять в финиловом виде и оценим стоит ли она двух миллионов или можно поискать какие другие варианты не вы переключайтесь продолжаем дальше итак начинаем смотреть что у нас тюнингом и первая позиция у нас это бронеплита напоминаю что для тех кто не в курсе я нахожусь сейчас в мастерской агентства у машины есть возможность установить модули от и мани если у вас есть эта машина агентство и мастерская так уж совпало вы можете себя этим побановать вот так она выглядит с бронеплитами но я их ставить не планирую потому что зачем спортить хороший спорткар когда для всего того же есть джубели и машины из предыдущего обновления уж меня извините кому и вот с этими бронеплитами есть один вопрос сейчас верхнем уголке вы видите обстрел машины из пистолета и без установлен бронеплит стекла у нее не пули защитные то есть пробиваются первые же пули из пистолета в кроме вот этих маленьких окошек которые позади подголовника находится видите они вообще даже не царапаются и такое ощущение что либо тут вообще ничего не стоит пули насквозь летят либо просто пули считают это за металл они не пробиваются все остальное пробивается на изи возможно это пофиксится если установите бронеплиты но вы как видите денег у меня на этом аккаунте не очень много пока что нафармлено и просто для того чтобы это проверить потратить 150 тысяч для меня это более жирновато выше меня за это извините но как-то проверять пули стойкие стекла становится установкой бронеплит или нет вам придется самим сорянчик так что у нас следующее идет у нас лет счет крылья но давайте посмотрим добавляются нас арочки чуть не особо как не нравится и вот заклепками уже какой-то год более тюнирский вариант уже получше но мне все равно кажется что машине лучше будет без всяких арок но это опять же моя точка зрения передний бампер понятненько у нас добавляются юбки никак передов больше не меняется юбки с коронадами и все такое прочее перед машины как-то обыграть не получится он у него неизменный останется крышка двигателя если у вас есть лишние 50 60 тысяч вы можете побаловать себя изменением крышка под капотом который практически никто не увидит вот единственный вариант будет интересен вот шестеренки открытые с шкивами движущийся там ремень либо цепь не вижу отсюда но скорее всего то неважно господи если есть жена не можете потом поближе потом рассмотреть так в мушителе изначально установлены парные двухстволочки то не в карбоне в титане что поменялось немножко форма поменялась они все так же с двухстволочками такое ощущение что в едином корпусе сделаны довольно необычно смотрится они же карбон титан и овальные ну есть над чем поработать хотя сильно внешний вид не меняется возможно если вот овальный поставить как поменяется но это опять же на любителя хорошо что есть такая возможность капот с ребрами жесткости вот мне нравится вариантик я вообще такие варианты люблю гоночные с вентиляционной такой гребеночкой здорово с моей точки зрения вот окошечко есть в стиле карин султан rs от бенни главный вариант с воздухозаборничком таким вот такая вот по простецки щелью цену не очень сильно внешний вид меняет передок как может бамперы поменяли бы но в целом хорошо что есть такая возможность вот можно сделать вот прозрачный капот сделайте крышку двигателя с вращающими шестернями будет смотреться очень даже неплохо вот бы еще подсветку внутрь поставить в моторный отсек это был вообще пушкой но увы так надненько дальше оборудование от им они правильно вот можно дистанционное управление можно генератор помех окей на 1 есть и есть хорошо раскраски список покупок помосточка черная белая номерочек номерочек полосочка раскрасочка где девчонки в стиле аниме вот спасибо вам rockstar обломали вы меня ладно опустим это мое нытье вы знаете я люблю такие раскрасочки в стиле аниме да да я их люблю так зеркало основного цвета и можно в японском стиле почему бы нет может кому-то понравится так сделать и контактные мины скользкие да вот конечно будет дико ржать когда будете от них убегать и плеваться скользкими минами хотя принципе поугарать можно взять задняя панель она отвечает вот за эту черную вставку между спойлером сверху и задней световый тикой можно цвет основного корпуса дополнительного и карбоновый панель вот из трех по сути вариантов у меня два ничего не меняют это вот это круто круто на самом деле нет накраска основной дополнительный цвет обивки эмблема банды богато богато посмотрим так основной цвет что меняется перекрашивается весь корпус за исключением в моем случае крыши зеркал заднего вида и вставки ниже бампера и и спойлера все остальное красится в салоне что да основной цвет за ответ за отвечает за перекраску строчки в салоне иметь это пожалуйста в виду так дополнительный цвет дополнительный цвет влияет на цвет суппортов тормозных зеркал заднего вида и у нас он еще красит спойлер я думаю что еще что-то и впереди будет красить если вы поставить передний бампер что у нас сама меняется будет салоне нет не меняется ладненько так обивка неплохо неплохо можно поиграть на контрасте здорово ладно спасибо за эту возможность rockstar эмблема банды на дверях пусть будет так окей крыша так 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 хоп вот с такими же ребрами есть как и капот можно в одном стиле сделать неплохо то выимочка есть тоже можно это обыграть запас помощью капота тоже немножко внешний вид поменяется ну и в общем то все они заборник никаких ничего нет пороги добавляется плохо видно конечно не самый лучший обзор в этом меню в этой мастерской давай в агентстве вернее с окульными плавниками без окульных плавников можно поиграться ну хотя и не очень-то сильно и заметно что они есть спойлеры изначально машина выглядит вот так без всякого спойлера но для тестов я добавлял тени хвостик чтобы покататься чтобы полностью оценить ее прижимную силу есть еще такой интересный вариант обратите внимание он очень похож на оформление корпуса в бермахт зион и либо как у банши а от бенник так еще спойлеры еще спойлеры но хотя бы самых диких научек в дрэкцерском стиле нет уже за это спасибо подвеска трансмиссии трубонаддув колеса я уже высказал свою претензию что машина 2 миллиона диски стоят довольно таки унылые посмотрим как бы оно выглядело если бы они стояли хромированные согласитесь гораздо лучше было бы но нет тут придется еще полтинчик сверху накинуть но если не отвлекаться на мою говорили то если вы устанавливаете кастомные диски то даже протектор не меняется не протектор не меняется размеры дисков не колес все остается точно так же просто добавляется красоты ладно пусть будет так и у нас идет что еще у нас остались стекла посмотрим что будет если затонировать стекла будет ли тонироваться фары передние фары не тонируется а вот задняя оптика тонируется так что имейте ввиду если вы затонируете под лимузеем то заднюю светооптику будет практически не видно это не очень-то приятно ну что ж с тюнингом своего обозрения мы закончили с внешним видом тоже переходим к тестам я потрачу некоторое время чтобы машина немножко настроить под себя внешне а потом мы посмотрим что она может нам предложить почесть скорость управляемость и так далее не переключайтесь скоро продолжим а Субтитры сделал DimaTorzok Время, чтобы посмотреть, что у машины с тормозами Погнали Нравится мне ее звук мотора, что не говорить На целом, мы, может, не очень постарались, а звук моторчика мне нравится Так, готовимся Внимание Оп Довольно уверенно Подарка начали тормозить По флагам оцениваем эффективность И я хочу сказать, что у машины очень даже неплохие тормоза Как вы все прекрасно помните На последних перетестах На первых на компьютере Вот здесь остановился Ubermatt Xeon У которого одни из лучших тормозов в игре Вообще, в принципе, наверное, одни из лучших И не так уж много проехала машинка Она встала вот здесь Учитывая, что она намного динамичнее, чем Xeon То это достойный результат Посмотрим, как машина зарекомендует себе в дальнейших гонках Ну а пока посмотрим, как у нее дела обстоят с приводом Погнали Ну что ж, давайте посмотрим, что у машины с приводом Так, вращаются у нас только задние колеса У нас получается классический задний привод Ну что ж По крайней мере, в GTA 5 Online это хорошие новости Потому что полноприводные и переднеприводные машины Управляются на трассе гораздо хуже, чем заднеприводные Погнали проверять дальше, что еще умеет машина Давайте посмотрим, что может машина на трассе Как же она рычи двигателем Так, с управлением у нее есть небольшой задержкой происходит То есть, складывается ощущение, что вы не спортивной машиной Управлять каким-то тяжеленным седаном, даже не купе Это не то, чтобы неприятно Для движения в трафике это даже очень приятное ощущение А вот в гонке хотелось бы, чтобы машина поживее реагирует На поворот руля В остальном каких-то проблем не вижу Единственное, задний мост большой стабильностью не отличается Зад машина гуляет немножко в поворотах Это неприятно С другой стороны, должен отметить, что тормоза действительно хорошие Их всегда хватает, даже если в последний момент затормозить или препятствие Так, у нас теперь готовится маневрирование на скорости Давайте проверим Так, стоп, это моя ошибка Давайте еще раз попробуем Я немножко забываю, что у машины есть задержка При повороте руля Пробуем еще раз Видите, зад разбалтывает Ну, по крайней мере, в замоз не ушел Это хорошо Итак, амплитудное маневрирование А вот здесь уже не так все пушисто Вы сами все видите В паре, в этом же тесте, у меня, я сегодня специально протестировал Показал лучший результат Да, она ходит юзом в этом испытании Но она не теряет сцепление с дорогой Ее не разворачивает По крайней мере, у меня Итак, что у нас с приводом Привод Прошу прощения, поворачиваемость Поворачиваемость немножко избыточная Это не очень приятно Что я могу сказать Мне понравилось, как машина ведет себя в трафике Но не совсем понравилось, как ведет себя на спортивной трассе На гоночной, имеется ввиду Из-за того, что вот этот небольшой Посадок при повороте руля Когда машина начинает реагировать на ваши действия Он все-таки мешает Не хватает ей немножко живости И задний мост у нее разбалтывается При интенсивном маневрировании И вплоть до срывов за нос У топовых машин этого не наблюдается Так что это уже один из звоночков К тому, что, возможно, для гонок это не лучший вариант Заключительное испытание для Ennis 300R Посмотрим, как она себя ведет на грунтовом покрытии Есть небольшой эффект мыла под колесами Машину иногда приходится корректировать Но в целом она неплохо держит направление Да и бежит довольно-таки уверенно Не скажешь, что это спортивная машина Не какая-нибудь там ролейная Специализированная Никаких проблем при движении по прямой На грунте я не наблюдаю И на кончик она ее подбрасывает не сильно Да, на ней можно двигаться по грунтовому покрытию Если едете прямо Ну что ж, время для выводов Что я могу сказать Что-то Rockstar удалось В новом обновлении с машиной что-то нет Я не причисляю себя к когорте Мега специалистов по всевозможным Реально существующим машинам Я не знаю, возможно, это какой-то Nissan Крайне культово знаменитый Для меня эта машина отдаленно похожа на Datsun 240Z И же с ними, судя по передкову Что я могу сказать Да, у машины приятный звук Звучание мотора Франклин, отстань Она довольно неплохо чувствует себя в трафике Но это, к сожалению, не ответ паре Это не гоночный вариант Все вы видели результаты по максимальной скорости Паре практически уделывает ее как стоячую Скорость у этой машины на уровне со старичком Zentorna Который управляется гораздо лучше Ну хотя да, он суперкар, а это все-таки спорткар Ну и разница в цене все-таки немаловажная Что я могу сказать Это неплохой коллекционный автомобиль И автомобиль для комфортного передвижения двух туловищ по сессии В трафике машина себя чувствует как рыба в воде Тормоза хорошие, управляемости достаточно Она не сильно широка И все у нее прекрасно Что касается ее выживаемости Я не могу об этом судить Потому что бронеплиты я ставить не собираюсь на эту машину И в открытой сессии я практически не играю даже на компьютере Мне она нравится в том виде, в каком она есть Пока что у меня эта машина останется в гараже Вряд ли она у меня будет среди любимец Но я думаю со временем она уступит место другим машинам Возможно даже старичку OB8F драфтер Потому что одного внешнего вида и приятного звука мотора для меня недостаточно У нее не хватает какой-то характерности Вот как вот драфтер он начинает рычать, брыкаться С ним надо в ухо восток держать Нет, эта машина она вполне предсказуема Она неплохая, но то что она неплохая Не оправдывает ее стоимость в 2 миллиона 75 тысяч долларов Слишком многовато для машины, которые просто коллекционны Такое мое мнение Согласны вы или нет С моим мнением напишите в комментариях